ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Компания Mitsubishi объявила вторую в этом году отзывную кампанию в нашей стране. На сей раз речь идет о почти что 40 тысячах моделей Outlander и ASX, которые были реализованы с зимы 2015 года по лето 2017. Выяснилось, что у машин могут неправильно работать некоторые реле, в том числе реле блока управления мотором. Из-за этого двигатель может не запускаться. ВИН-коды авто размещены на сайте Росстандарта. ТРАССА СТО ОДИН Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию не обошел тему дорог. Как же он мог это сделать? Ведь впереди выборы. Глава государства заявил, что расходы на строительство автотрасс надо увеличить вдвое. Далее пошли какие-то подозрительные цифры. Путин сказал, что с 2017 года, именно с, а не в, хотя 2017-й только ушел, на дороге было выделено 6,5 триллионов рублей. А надо стремиться к 11 с лишним триллионам. Триллионам. Простите, у нас доход бюджета страны в этом году всего 15 триллионов рублей. Также гарант в очередной раз призвал к снижению числа смертельных ДТП. В 2017 году в России было угнано почти 22 тысячи автомобилей. Еще почти 21 тысячу случаев пропажи авто квалифицировали как неправомерное завладение без цели хищения. По данным МВД, чаще всего с исчезновением машины сталкивались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На втором месте Москва. Реже всего это происходит в Чечне, Калмыкии и Ненецком автономном округе. Основная часть угнанных авто – классические модели «Лада». Трасса 101. 12 марта российские дилеры «Фольксваген» начнут прием заказов на самый большой, семиместный, полноприводный кроссовер немецкой марки «Терамонт». Стоимость новинки пока не озвучивается. Комплектаций будет 4. В базовой, к примеру, есть светодиодные фары и дневные ходовые огни, трехзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и так далее. Характеристики силовых агрегатов тоже пока неизвестны. Ранее была информация, что «Терамонт» в зависимости от комплектации получит либо бензиновый 238-сильный турбомотор объемом 2 литра, либо шестицилиндровый двигатель объемом 3,6, мощностью 280 лошадиных сил. Одна из российских компаний, базирующихся в Сколково, заявила о разработке гибридного автомобильного двигателя, который по всем показателям превосходит многие зарубежные аналоги. Например, весит немного, а КПД электромотора составляет целых 93%. Мощность агрегата, как у двухлитрового дизеля. Скоро гибрид поместят под капот «Лады Веста» и начнут его испытания. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101